Издательство «Эксмо» Анна Князева, Ксения Князева. Последний день лета. Глава первая. Гром и молния. «Приехали?» Ульяна посмотрела в окно. Водитель обернулся. «Нет еще, но скоро будем на месте». Она откинулась на спинку сиденья и опустила стекло. В лицо дунул ветер, но свежести не принес. Горячий воздух был пропитан запахом асфальта и душной пыли. Последний солнечный луч скользнул по вершинам сосен, и лес вдоль дороги сделался черным, как будто кто-то выключил свет. «Плохо мне, Надя». Сидящая рядом женщина лет тридцати тряхнула белокурыми кудряшками, скрепленными крупной заколкой. «Возьми себя в руки, хватит переживать. Проблема скоро закончится, и ты заживешь прежней жизнью». «Но я уже ни в чем не уверена. Зачем туда еду?» «Ты не могла не поехать на юбилей собственной компании». «Компания не только моя, это во-первых. Во-вторых, я буду работать». «Вот и молодец, что приняла такое решение. Кириллу как никогда нужна твоя помощь». «Жалеешь, что бросила его?» Ульяна перевела взгляд на подругу. «Что ж теперь жалеть? Столько времени прошло». Надежда опустила глаза. «Тогда он был для меня твоим младшим братом?» «А теперь?» – спросила Ульяна, и, не дождавшись ответа, прокомментировал. «Кирилл тебя любил, а ты поступил как дура». «Четыре года разницы, знаешь ли...» «Знаю, по нынешним меркам ерунда». Машина замедлила ход и мягко свернула на лесную дорогу. Рванул сильный ветер, и сосны закачались, пронзая сухими сучьями живые кроны берез. В лесу резко похолодало, и стало понятно, что начинается дождь. «Погода для августа так себе», – заметил водитель. Вздохнув, Ульяна ощутила запах сырой хвои и проронила. «Люблю такую погоду». Когда автомобиль затормозил у ворот с надписью «Пансионат Орион», водитель нетерпеливо посигналил. Из дежурки вышел охранник, склонился и заглянул в окно. Ульяна тут же вышла на улицу. «Вам незнакома эта машина?» «Знакома». Он, изучающий, оглядел кореглазую длинноволосую брюнетку. «Это служебная машина Кирилла Сергеевича». «Тогда почему не открыли ворота?» «Ну, не успел». «По инструкции машина хозяина должна проезжать без остановки», – назидательно проговорила Ульяна. «А вы кто такая?» – спросил охранник. «Ульяна Сергеевна Железняк. С сегодняшнего дня начальник службы безопасности пансионата». «Извиняюсь, больше не повторится». Он отдал честь и скрылся в дежурке. Ворота отворились, и автомобиль заехал на территорию, где среди деревьев были разбросаны двухэтажные коттеджи. Дорога привела к трехэтажному зданию, перед которым бил струями фонтан из металла и камня. Автомобиль обогнул его и остановился у входа. С лестницы спустилась немолодая женщина в строгом костюме. «Ольга Францевна Руднева», – представилась она. «Администратор пансионата. Добро пожаловать, Ульяна Сергеевна». «Можно без отчества», – ответила та и перевела взгляд на надежду. «Со мной приехала подруга. Надеюсь, проблем с размещением не возникнет?» «Конечно же нет. Хотите отдохнуть или сразу проводить Кириллу Сергеевичу?» «Где он сейчас?» «Ужинает. Тогда проводите нас к брату», – распорядилась Ульяна. Надежда тронула ее за руку. «Я лучше в номер». «Вместе пойдем. Ты знала, что Кирилл будет здесь?» «Но он-то не знает, что я приехала». «Не трусь, Надежда. Прорвемся». Войдя, вестибюль Руднева обернулась. Официальное открытие пансионата состоится через две недели одновременно с торжествами по поводу юбилея завода. «Кое-где еще ведутся завершающие работы. Надеюсь, это не испортит вашего впечатления. Завтрак, обед и ужин подают в ресторане, куда мы сейчас идем». Втроем они поднялись на второй этаж. В просторном зале ресторана было около 30 столиков. Стены и потолок имели приятный оттенок серого цвета. Обстановка была добротная и лишенная изысков, но без каких бы то ни было признаков дур на вкусе. Руднева остановилась у лестницы и указала рукой. «Кирилл Сергеевич там. С ним Гуровы». Ульяна увидела брата за дальним столиком. Кирилл их тоже заметил и помахал рукой. По мере того, как они приближались, он медленно поднимался. И если вначале его лицо выражало радость, то постепенно ее сменила растерянность. Не отрывая глаз от надежды, он тихо проронил. «Как неожиданно!» «А мы и хотели сделать тебе сюрприз», — обняв его, улыбнулась Ульяна. Она поздоровалась, сидевшими за столом, и представила их надежде. «Знакомься, это Александр Иванович и его жена Елена Петровна. Они друзья нашего папы». Из-за стола поднялся грузный 50-летний мужчина и протянул руку. «Генерал Гуров». «Надежда», — ответив рукопожатим, она перевела взгляд на его жену. Та ограничилась кивком и словами. «Очень приятно». Но по ее лицу было видно, что удовольствия от знакомства она не испытывает. Надежда была молодой и красивой женщиной, и гипотетически могла понравиться Гурову. Самой Елене Петровне было за 50. Худая, коротко стриженная, с продолговатым костистым лицом, она была сосредоточена лишь на мужа. После минутной паузы Кирилл наконец-то пришел в себя и с опозданием выдвинул два пустующих стула. «Поужинайте». Как только девушки сели и к ним подошел официант, Ульяна заглянула в тарелку брата. «Мне то же самое, что у него. А я буду зеленый чай», — сдержанно проронила Надежда. Гуров, не стесняясь, оценил ее взглядом. «Худеешь?» «Не ем после шести». «Не надо тебе худеть. У тебя и так все на месте», — сказал Александр Иванович и подмигнул Кириллу. «Правильно говорю?» «В общем-то, да». Тут, кажется, чуть смутился. «А вот я бы на твоем месте остановилась», — вмешалась Елена Петровна. «Съел и выпил все, что не прибито к столу». «Ты не на моем месте», — грубо ответил Гуров и шмякнул на тарелку жирный кусок мяса. Официант принес Ульяне еду и поставил перед Надеждой чашку чая. «Что-нибудь еще?» «Нет, спасибо», — Ульяна протянула брата пустой бокал. «Налий нам вина, помянем папу». Кирилл разлил вино по бокалам и, все не чокаясь, выпили. «Пусть будет земля ему пухом», — сказал Гуров. «Могучим был мужиком. Благодаря ему в девяностые нам удалось отстоять бизнес». «Даже не верится», — тихо обронил Ульяна. «Со дня его смерти прошел уже год». «А для меня он всегда жив», — Кирилл посмотрел в окно и непроизвольно съежился. «Кажется, начинается дождь». Издалека послышался гром, по залу пролетел внезапный сквозняк, и с грохотом захлопнулась балконная дверь. Над столом повисла тревожная пауза. Как будто весточку подал. Ульяна склонила голову и вытерла глаза. «Эх, Серега, Серега», — вздохнул Гуров. «Не уберег ты себя, не досмотрел. Все о других заботился, все о работе». «Хватит о грустном», — оборвала его Елена Петровна. «Лучше спроси Ульяну, как у нее дела, и не нужна ли ей помощь». Александр Иванович взглянул на Ульяну. «Так вроде все порешали». «Да, спасибо», — ответила она. «Если бы не вы, меня бы посадили в тюрьму». «Брось, никто тебя не посадит. Немного помутузят, и приступишь к работе». Гуров махнул рукой, осуждающий взглянул на Ульяну. «Ну вот скажи, зачем ты пошла туда работать? Занималась бы семейным бизнесом, и горе не знала». «А вот сейчас и займется», — сказал Кирилл. «Серьезно?» «Решила завязать со следственным комитетом?» — удивилась Елена Петровна. Ульяна утвердительно кивнула и улыбнулась. «Кирилл предложил мне должность начальника службы безопасности. Пока все не уляжется, буду работать здесь». «Прекрасная новость». Елена Петровна с упреком посмотрела на мужа. «Почему не рассказал мне об этом?» «Отстань», — отмахнулся тот. Ульяна обратилась к Кириллу. «Когда приступать?» «Не спеши, пока отдыхай». К столу тихонько подступила Руднева и что-то прошептала Кириллу на ухо. Тот осведомился. «Где она сейчас?» «Ждет внизу. Я не стал заселять ее без вашего разрешения». «Ее это кого?» Насторожилась Елена Петровна и перевела взгляд на мужа. Кирилл поспешил ответить. «Милано!» «Любовница у Тягачева?» Елена Петровна сузила глаза и прошипела. «Да как она смеет!» Гуров хохотнул. «Молодец, девка! Зубами рвет свое счастье!» «Сейчас же позвоню Марго, жене генерального директора. Будет интересно узнать эту новость». «Только попробуй. Пробкой отсюда вылетишь. Пешком до Москвы пойдешь». Александр Иванович стукнул кулаком по столу. «А ты останешься с голой жопой!» Воскликнула Елена Петровна. «Я акционер Технопласт, а ты здесь никто». «Ишь ты, развоевалась!» Гуров возмущенно отпрянул и посмотрел на Кирилла. «Никогда не переписывай на жену свою собственность!» Руднева напомнила о себе. «Так что мне делать с Миланой?» Потом оглянулась на звук приближающихся шагов и прошиптала. «Она уже здесь!» К столу подошла эффектная блондинка лет двадцати пяти. Кирилл встал, и она отшмокнула его в щеку. «Привет!» После чего поздоровалась с остальными. «Всем добрый вечер!» Гуров блаженно улыбнулся, ожидая реакции жены. Миниатюрная Елена Петровна словно увеличилась в размерах и, казалось, вот-вот лопнет от злости. «А где же сам Тягачев?» «Десик, завтра приедет», — ответила Милана. «Мне в Москве стало скучно». Гурова поперхнулась. «Дениса Андреевича Десиком называете?» «Что-то к ней привязалось», — одернул жену Александр Иванович. «Десик так десик. Спасибо, что не полкан». Елена Петровна встала и молча направилась к лестнице. Ульяна бросила взгляд на Гурова, но тот равнодушно махнул рукой. «Не обращай внимания. Пусть идет». «Я тоже пойду, пожалуй», — сказала Надежда и поднялась со стола. «Уже?» Кирилл обеспокоенно взглянул на нее, а потом перевел взгляд на сестру. «Мы не обсудили планы на завтра?» Их прервала Милана. «Сначала разберитесь со мной. Ольга Францевна». Кирилл обернулся к Рудневу и чуть замешкался. «Заселите, пожалуйста, Милану». Та подхватила. «В апартаменты Тягачева?» «Лучше в отдельный номер». Лицо Миланы выразило явное недовольство. Тем не менее, она промолчала, и Ольга Францевна ее увела. Ульяна взяла Надежду за руку и усадила на место. Потом обратилась к брату. «Обсудим планы на завтра и разойдемся». «Что там у нас?» Подключился Гуров. «В двенадцать часов пикник у реки». «Ну», — протянул Александр Иванович и вопросительно взглянул на Кирилла. «Еще что-то будет?» «Это на весь день». «Тогда здесь нечего обсуждать. Придем, да и все». Гуров тяжело поднялся со стула и, не торопясь, зашагал к выходу. «А вы?» Кирилл искосо взглянул на Надежду, потом на сестру. «Останьтесь, поговорим». «Завтра наговоримся». Ульяна взяла его за руку, и он встал. «Тогда я вас провожу». «Не стоит», — поспешила сказать Надежда. «Ну что же, тогда Ольга Францовна покажет вам ваши комнаты». Направившись к лестнице, Ульяна обернулась к брату. «Здесь останешься?» «Нужно сделать кое-какие распоряжения. Тогда до завтра». Они спустились на первый этаж, и у стойки администратора заметили Рудневу. В ту же секунду за окнами вспыхнула молния, прогрохотал чудовищный громовой раскат, и вестибюль погрузился в полную темноту. Надежда вскрикнула. «Ой!» «Без паники!» — прозвучал голос Рудневой. «Ваши апартаменты с двумя спальнями расположены на первом этаже в конце коридора. Сейчас я возьму фонарь и посвечу». «Не надо!» — отказалась Ульяна. «У нас фонарики в телефонах, посветим сами». «Тогда возьмите ключи». Войдя в коридор, Ульяна проворчала. «Не видно ничего. Идем по стеночке». Двигаясь вперед, Надежда светила в темноту. Они осторожно ступали по ковру. Коридор лишь изредка озарялся вспышками молнии. Ульяна освещала номерки на дверях. Отомкнув свою, Надежда прошла в комнату и вдруг испуганно вскрикнула. «Что случилось?» В комнату убежала Ульяна, увидев в окне мужской силуэт, бросилась к нему. «А ну-ка, стой!» В то же мгновение неизвестный спрыгнул на землю. Ульяна подбежала к окну и высунула снаружи. Через минуту, вымокнув, села на подоконник и заперла створку на шпингалет. «Куда он побежал?» Испуганно спросила Надежда. Ульяна стянула мокрое платье и бросила на пол. «Разве в такой темноте разглядишь? Нужно вызвать охрану, сказать администратору. Вряд ли это поможет, его уже не поймать». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!